Всем привет, друзья! Вы на канале Мобильный Мир. Сегодня у нас мобильные субботы. Вам, судя по всему, формат крайне понравился, потому что я увидел хорошие отклики, увидел лайки и, в общем-то, решил продолжить их снимать. Такой вот у нас еженедельный подкаст. Мне также понравилось его вести. Правда, сегодня я снимаю его, конечно же, не в субботу, потому что суббота рабочий день, а хочется выпустить немножко пораньше, до конца рабочего дня, поэтому я снимаю в пятницу глубоко вечером. Но я надеюсь, что на ваше настроение, на ваше мироощущение это никак не повлияет. Сегодня, сегодня мобильные субботы. И сегодня мы с вами рассмотрим очень интересную компанию, а именно Samsung. У меня про нее было видео «5 ошибок компании Samsung», но сегодня не об этом. Сегодня, в общем и целом, поговорим про индустрию смартфонов, как компания Samsung на нее влияет. И на самом деле история эта очень грустная, потому что, как мне кажется, если разложить всю деятельность компании Samsung так вот по пунктам, то получается, что на самом деле компания Samsung – это та компания, которая имеет огромное влияние на индустрию Android смартфонов, и она эту индустрию планомерно убивает, планомерно убивает. Сегодня обо всем об этом поговорим, но сначала стоит начать вообще, начать стоит с того, что представляет из себя компания Samsung. По сути, компания Samsung – это гигантская корпорация, которая занимается абсолютно всем, чем угодно. У нее очень много направлений от микроволновок, пылесосов, холодильников до наших с вами любимых смартфонов. То есть, невозможно сказать о том, что эта компания неуспешная. Она очень успешная, она известна в огромном количестве стран мира. Я думаю, что нет такой страны, где не слышали бы о Samsung. Потому что Samsung делает очень много всякого разного. Делает когда-то хорошо, когда-то плохо, но, в общем и целом, компания известная. У нее есть определенная репутация. Уже очень много лет она оказывает определенное влияние на сознание людей, и этой компании доверяют. Доверяют и любят. Но давайте теперь перейдем к тому, что нас волнует больше всего смартфоны. Какую же роль компания Samsung занимает в мире смартфонов? И как к ней относится общественность? Как к этой компании относятся знающие люди? И самое главное, как к ней относятся богатые люди? Те самые люди, которые готовы менять смартфон каждый год, которые делают максимальную кассу. Вот, например, вы знали о том, что компания Apple зарабатывает со смартфонов больше всех денег, больше всех остальных производителей. При том, что продаж гораздо меньше, чем у Samsung. Нужно понимать тот факт, что техника Apple, она вся дорогая, и ее покупают богатые люди, которые могут менять смартфоны часто, например, и которые покупают технику не с точки зрения функциональности, а с точки зрения репутации. Поэтому нужно понять, как именно богатые люди относятся к компании Samsung. Вернемся с вами немножко в 2010 год, когда расцвет Samsung, по сути, наступил в полной мере. Тогда, с 2007, точнее с 2008 года, наверное, начиная с iPhone 3G, компания Apple начала править бал. То есть, в течение трех лет это была та самая компания конкурентов, которой вообще никто не видел. То есть, была Apple, iPhone и все остальные. Вот все остальные, это считалось, ну, для бедных, там, мусор, неважно, там, Nokia умирала постепенно. Sony вроде что-то пытались, но никому не было никакого дела. Вот HTC тоже, они с точки зрения дизайна как-то прорывались и делали аутентичные вещи. Но все равно никто не воспринимал. И Samsung на тот момент что-то пытался делать, там, своя BAD у них была, вот эта тоже операционная система никакущая. И они что-то и на Android пытались делать, но никто их не замечал. Никому не было дела вообще ни до какого производителя Android смартфонов. И вот 2010 год. Переломный момент для всех. Я уже рассказывал. В 2010 году вышел самый красивый телефон в истории человечества. На мой взгляд, это iPhone 4. Самый красивый телефон из всех. В этот же год компания Samsung рискнула сделать то, что определило ее судьбу на самом деле. Компания Samsung сделала конкурента iPhone. И не только по какому-то условному внешнему виду, по функциональности, по особенностям, но и по цене. Samsung сделала то, что другие делать просто не решались. Сделать дорогое Android устройство. Потому что в мозгах человечества на тот момент было примерно так. Есть деньги, но покупаешь iPhone. Очень много денег есть, но покупаешь iPhone и машину. То есть, никто уже тогда даже про Верту не думал и про всякие там золотые телефоны. Все. iPhone это венец творения. И, соответственно, если ты делаешь смартфон на Android, если ты какая-нибудь LG, то ты даже не думай делать настолько дорогое устройство. Его никто не купит. А Samsung это сделали. И за это им, в принципе, почет и респект. Потому что это действительно серьезный шаг на тот момент был в развитии Android. Почему? Потому что богатые люди стали обращать внимание на Android. И есть такие люди, которые не очень любят iOS. Из-за ее закрытости. Не очень любят Jobs. Не очень любят вот эту вот пляску каждый сентябрь вокруг магазинов с айфонами. С одной стороны, конечно же, все люди похожи. Но с другой стороны, все мы уникальны. И каждый хочет выделиться. И в том мире, когда все хотят купить айфон, появляются люди, которые хотят купить что-то другое. Им нравится, когда им задают вопросы. Им нравится выделяться. И среди таких людей есть богатые люди. Ну или обеспеченные. Предприниматели, актеры, актрисы, певцы, популярные блогеры. Ну и топ-менеджеры, конечно же, каких-нибудь компаний. И нужно понимать, что все люди, они хотят показать свой статус. Это нормально. Это наше, по сути, это логическое право. Мы все хотим быть лучше. Мы все хотим, по сути, мы конкуренты друг к другу на любом этапе нашей жизни. Именно поэтому мы стараемся купить получше одежду. Хотим получше жить. Машина получше. Внешний вид получше. В общем, все эти вещи, ну и часы, аксессуары, телефоны. Все это элемент нашей репутации в этом мире. В этом нет ничего плохого. Мы так устроены. И какой-нибудь протест, типа покрасить волосы в зеленые, это все остается на этапе 15-17 лет. Взрослые люди понимают правила игры и по ним играют. И по данным правилам игры телефон является частью репутации, частью стиля. Именно поэтому Samsung как раз таки и завоевали огромную часть рынка. Потому что появились богатые люди, которые не хотели iPhone. Они не хотели iPhone. А покупать HTC, LG, ну типа нет. Это вот опять же оставим гиком, да, заинтересованным людям. А вот что касается репутации, надо брать самое-самое дорогое. И чтобы люди понимали, что это и есть самое дорогое. И Samsung как раз таки поступил ровно так же, как поступила Apple. Задрал цены. Ну, компания, она задрала цены. Дала, наверное, самые лучшие на свете экраны. Дала замечательные камеры. Дала неплохой дизайн. От года к году он, конечно, сильно отличается. И не всегда в лучшую сторону. Например, Galaxy S21 феноменально классный по дизайну. Galaxy S20, ну какое-то днище непонятное. Но опять же, это все субъективно. И получается так, что если человек является предпринимателем, ну или топ-менеджером, ему нужно показать свой статус с помощью, там, не всегда можно показать свою машину. Если ты на Porsche, ты, конечно, и с Xiaomi нормально выглядишь. Но не всегда есть возможность продемонстрировать автомобиль. И вот мы приходим к одному простому выводу. Samsung топовый. Естественно, топовый флагманский Samsung за много денег. Это реальная оппозиция iPhone. Это задача топового Samsung быть врагом iPhone. Именно поэтому флагмана выпускается раз в год. Линейку Note не берем. Она какая-то вообще там для непонятно кого. Вот S-версия. Это раз в год она выпускается. И вот в течение года она держится. И под конец цены на нее сильно падают. Так же, как iPhone выпускается раз в год. И долго-долго держится, пока не появится новая модель. На этом, казалось бы, вопрос с Samsung должен быть решен. Это чистая оппозиция Apple в лице Android. По сути, важный момент. Samsung является лицом Android во всем мире. Это лицо Android. И вот сейчас мы с вами разберемся, как это самое лицо Android этот Android уничтожает. Вернемся в 2010 год. Компания Samsung не только представила свой первый дорогой Android смартфон, который был рассчитан на премиум потребителя. Они еще выпустили свои собственные процессоры Exynos. И с тех пор, раз за разом, год за годом, модель за моделью, мы видим Samsung на Exynos. Существует много разных тестов. Типа, насколько процессоры Exynos уступают процессорам Qualcomm. На самом деле, эти тесты не имеют никакого значения. Тот факт, что Samsung немножко слабее Qualcomm вообще ничего не значит. Вообще по барабану. Потому что большая часть тех самых платежеспособных и богатых людей, они не играют в игры, не пользуются тяжелыми приложениями. Они пользуются WhatsApp. Они пользуются камерой для фотографирования документов. А еще пользуются камерой, когда едут на море. Все. Больше они не используют смартфон ни для чего. Что же важно в вопросе Exynos? Это плавность. Когда мы с вами видим телефон, который противостоит Apple, он не имеет права быть неплавным. Он не должен никаким боком, никак вообще лагать или фризить. Но процессоры Exynos не имеют такой широкой поддержки от Google Android, как Qualcomm. И соответственно, я вот недавно была ситуация, ехал в автобусе. Ехал в автобусе и справа от меня сел парень, у которого был Samsung Galaxy S10. Флагман двухлетней давности, я напомню. Два года телефона. Стоил телефон дорого. Это еще был Galaxy S10+. Причем 1080 и больше даже он стоил на тот момент. И вот я так краем глаза посмотрел, он разблокировал с помощью лица свой смартфон. Потом перелеснул с одного рабочего стола на другой. И в этот момент телефон лагнул. Причем так, что я это заметил. При том, что я не вот так вот смотрел. Я краем глаза так вот от нечего делать. Знаете, музыка в ушах играет. И краем глаза посмотрел на товарища справа. Это ненормально. Это ненормально и это Exynos. И у меня был Galaxy S2. Я знаю, что такое, когда твой телефон работает хорошо. А потом в какую-то секунду... Микрофриз. Вы знаете, абсолютно все равно, насколько Exynos при тяжелой нагрузке конкурент Qualcomm. Он не конкурент Qualcomm в плавности. Это я вам скажу, как владелец Xiaomi Mi 9. Смартфона с процессором Qualcomm Snapdragon 855. Также двухлетней давности. С лагучей ужасной оболочкой MIUI. И при этом это все равно лучше работает, чем двухлетний Samsung топовый за 80 тысяч рублей. Потому что таких фризов тут нет. Тут нет и быть не должно никогда. Особенно в телефоне за 80 тысяч рублей. Как вы понимаете, человек, который приходит в магазин, отдает 100 тысяч рублей за телефон. Сейчас они еще подорожали. Приходит домой. Полчаса радуется тому, что эти яблочники, они все врали. Android, он не лагает. А потом перелистывает экран и ловит такой отвратный фриз. Понимаете, 100 тысяч и фризы никак не могут стоять рядышком. Не должно быть такого. Не может вообще фраза 100 тысяч рублей и лагает быть в одном предложении. Быть вообще хоть как-то близко, когда есть действительно премиальные устройства, которые за эти деньги дают нереальную плавность. Это iPhone, безусловно, первый. Второе, это Huawei с их оболочкой, с их процессором Kirin. OnePlus, я не знаю, и с ними особо не знаком, но тоже говорят, что не лагает, что все феноменально работает. А Samsung этого предложить не может. И вот как вы считаете, есть ли желание у человека, который поверил впервые в Android, купил себе впервые Samsung и в первые 40 минут уже захотел его вернуть? Наверное, нет. Наверное, нет. И вот когда у богатых людей с помощью Samsung, который занял эту нишу, у которого нет конкурентов на рынке крутых и дорогих устройств, просто репутации нет, у остальных производителей нет такой репутации. Здесь репутация есть, они ее завоевали, они молодцы. Но они предлагают богатым людям вот такое дно Exynos. Второй момент, который, с помощью которого компания Samsung, на мой взгляд, полностью дискредитирует Android рынок, это ситуация, когда они, например, разрабатывают раз в год топовое Android устройство Galaxy S20. S21 сейчас появился. Люди, заинтересованные в его покупке, которые хотят дорогое устройство, но не хотят iPhone, они идут его и покупают. После этого, примерно месяц, они ходят с уникальнейшим классным устройством. Там классные камеры, великолепный по всем фронтам экран и замечательный дизайн. Да, иногда подлагивает. Но ладно. Но что они видят дальше? Дальше, в какой-то прекрасный день, через пару месяцев после выхода этого смартфона, они садятся в такси. А там сидит дедушка, у которого телефон один в один, как у него. И он думает, неужели дедушка таксист купит себе за 90-100 тысяч рублей смартфон от Samsung? Интересно, а как так получилось? А потом он заходит на сайт какого-нибудь Nvidia или на сайт какого-нибудь DNS. Кого угодно. Любую компанию подставит сюда. И вдруг находит, что есть какой-то Galaxy A830, который стоит 20 тысяч рублей. Который, в отличие от твоего смартфона, сделан не из стекла, а из пластика. В котором процессор полное днище. В котором камеры еле-еле фокусируются. В котором ничего не работает нормально. Но это Samsung. И люди покупают Samsung. Опять же, есть репутация. Samsung. Даже Samsung за 20 это Samsung. Это во мне не Xiaomi. Xiaomi за 40 это хрень. А вот Samsung за 20 это хорошо. Это Samsung. Что чувствует при этом человек, который отдал 100 тысяч рублей за телефон. Который как две капли воды. Похож на вот этот вот дешевый кусочек технологии. Естественно, ему грустно. Потому что он отдал большие деньги. Не только ради хорошего экрана, хорошей камеры. Но еще и ради статуса. О чем мы сегодня говорим весь выпуск. Надеюсь, выпуск интересный. Потому что я без подготовки. Я так чисто свои мысли по этому вопросу. Купит ли этот человек через год новый Android смартфон от компании Samsung. Или вообще какой-нибудь Android смартфон. Ну, я думаю, нет. Я думаю, нет. Потому что отдавать за 100 тысяч рублей. А потом понимать через два месяца. Что половина метро с такими же телефонами едет. И они дешевле. И они так же лагают. Потому что Exynos у тебя тоже лагает. Да, у них хуже камера. У них хуже съемка. У них хуже экран. Они не могут так хорошо сериальчик свой посмотреть. Любимый на хорошем экранчике. Не могут. Но они не заплатили 100 тысяч. А ты выглядишь ровно так же, как они. Такая вот штука. И получается, что люди, которые не знакомы с технологиями особо. Ну, например, я вот знаю. Я знаю практически всех производителей гаджетов. Я знаю как операционную систему Android, так и iOS. Мне все интересно. Мне интересно Windows. Мне интересно Linux. Мне интересно macOS. Мне нравится во всем этом копаться. Я не люблю однообразие. И все мне интересно. Поэтому я, когда прихожу в магазин, я покупаю Xiaomi. У меня есть другие способы какую-то репутацию поднять. Просто этот телефон оказался самым лучшим с точки зрения технички. Такие, как я, это особенные люди. Ну, прямо скажем, которые прямо вникают. Им прямо интересно. Но представьте себе какого-нибудь... Но вернемся к тому же самому предпринимателю. У которого больше денег, чем у меня. Который каждый год готов менять смартфоны. Я не готов. Я прагматичен. Я знаю, что я купил. Я знаю, за что купил. Но самая главная целевая аудитория. Это богатые люди. Обеспеченные люди, которым по барабану что они покупают. Лишь бы это было круто. И Samsung, выступая в роли антагониста Apple. Проигрывает гонку Apple на все сто. Вот прям во всех отношениях. Репутация нового Android смартфона от Samsung. Два месяца живет, пока не появится бюджетной версии этого же самого телефона. И всем станет по барабану, за сколько ты купил свой замечательный флагман. Ну а помимо этого, есть еще Exynos, о котором я уже сказал, который дико лагает. Вот сейчас я рассказал вам всю эту грустную, может быть веселую историю, которая, возможно, вам показалась интересной. Ну, вы спросите меня, а что же делать? Как сделать Android великим? Какая компания должна стоять на пьедестале? Вот этого всего. Какая компания должна стать реально классным конкурентом для компании Apple? Вы знаете, на мой взгляд, могла стать компания Huawei. Объясню почему. У них действительно были дорогие флагманы, на которые я не видел скидок. Вот как Apple, она не делает скидки. Плюс у них, так же как у Samsung, так же как у Apple, свои процессоры. Плюс замечательная оболочка, которая оптимизирована и под процессор, под Android. В общем, до того, как у компании Huawei не отобрали Google сервисы, я считаю, что у Huawei был реальный шанс сместить Samsung с пьедестала. Возможно, они бы сместили и Apple своим замечательным подходом к потребителю. Мне кажется, у них был шанс. У них есть свой стиль, у них есть свой подход. Как я уже сказал, у них флагманы не удешевляются за через 2 недели, как у Samsung. Они не делают, стараются, во всяком случае, не делать, на мой взгляд, точные копии своих флагманов, но типа подешевле. У них всегда есть какое-то разделение. Но, к сожалению, сейчас у них нет Google сервисов, а потому что-то достойное предложить людям, которые привыкли к Google, наверное, нет. Но, как мне кажется, у них шанс был. На сегодняшний момент у Apple по репутации, по крутости смартфона нет конкурентов. Такие вот дела. Надеюсь, я вам рассказал нечто полезное и интересное. Надеюсь, было интересно вам послушать. В субботний вечер или в субботний обед. Тут уж как получится. Или в любой другой день. Понятное дело, что вы можете и во вторник посмотреть этот ролик. Просто он рассчитан на то, чтобы вы смотрели его в субботу за чашкой чая с каким-нибудь печеньем. Пишите свое мнение по поводу компании Samsung. Используете ли вы гаджет от этой компании? Что думаете по поводу этой компании? И согласны ли вы с тем, что ее позиции, казалось бы, должны заставлять ее делать все лучше и лучше. Но, по факту, они задают Apple просто весь фронт. Весь фронт. И не пускают еще никого наверх к себе. На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии замечательные. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мы с вами увидимся очень скоро. Пока, друзья.